Добрый день! Сегодня мы обсудим лекарственные возможности лечения мистилиомплевры и посмотрим на это с критической стороны. Готовясь к презентации, я решила посмотреть, а сколько же всего пациентов обратилось в онкоцентр за последние 16 лет и, как видно из представленной диаграммы, число обращений ежегодно растет. За 16 лет удалось проанализировать 249 случаев с гистологически доказанной мезотелиомой. Из них у 109 пациентов диагностированы мезотелиомы плевры, у 138 мезотелиом брюшины и у двух пациентов мезотелиомы оболочки яичка. Преобладал женский пол как при поражении плевры, так и при поражении брюшины. Средний возраст пациенток с мезотелиомом плевры составил от 45 до 54 лет, а при мезотелиом брюшины, к сожалению, возрастная группа была более молодой от 19 до 44 лет. Мне хотелось бы представить вам одно клиническое наблюдение, на примере которого можно проследить процесс эволюции развития лечения мезотелиома плевры. Пациентка 51 года в августе 2007 обращается к врачам с жалобами на боль в грудной клетке справа. Рентгенологически определяется скопление жидкости в правой плевральной полости, которая вызывает частичный отелектаз легкого. В первую очередь исключается туберкулезная природа. По данным компьютерной томографии распространенность оценивается как Т2Н1М0, третья А стадия, согласно действующей на тот момент 7 классификации. Проводится видеоассоциированная торокоскопическая биопсия плевры. Иммуногистохимически подтверждается диагноз злокачественной эпителеоидной мезотелиомы. Функциональный статус пациентки оценивается по шкале ЭКО как единица. Согласно локальной практике, пациентам с 3-4 стадии заболевания предлагаются лекарственные методы лечения. С 2003 года классическим вариантом лечения первой линии является комбинация пиметрикседа с цисплатином. Пациентке запланировано проведение 6 курсов лечения, но развившиеся осложнения в виде гематологической токсичности третьей степени, нефротоксичности третьей степени, полинейропатии второй степени. Сначала вынуждают нас редуцировать дозу цисплатина до 60 мг на метр квадратный, а далее и вовсе остановить лечение. И у нас возникают вопросы. Как оценить эффект, если плеврит исходно не учитывался в постановке диагноза, нет сферического узла для двухмерного измерения, так как у пациентки лишь диффузное утолщение плевры и критерий ВОЗ или ЦИСТ 1.0 не подходит. В 2004 году предлагается модифицированная система оценки эффективности лечения для мезотелем плевры, которая рассчитывает сумму перпендикулярных грудной клетке или позвоночнику диаметров на трех срезах, что в сумме дает один таргетный контрольный очаг. Но эта система не используется на практике и исходя из клинического эффекта в виде улучшения общего состояния и рентгенологические расправления легкого, отсутствие жидкости в правой плевральной полости, уменьшение толщины плевры на 2-3 мм, объективный эффект оценивается как стабилизация по ЦИСТ 1.0. После этого пациентка находится под наблюдением. Ремиссия составляет 3 года. Прогрессирование возникает в октябре 2011 в виде вновь появившегося плеврита. И учитывая длительную ремиссию, мы возобновляем лечение пиметриксидом с заменой цисплотина на карбоплотин. Однако из-за гематологической токсичности вновь проводим лишь 4 курса. Объективный эффект после реиндукции вновь стабилизация по критериям уже ЦИСТ 1.1, который используется к 2011 году. Ремиссия была более короткой, всего 10 месяцев, после чего отмечается вновь нарастание плеврита. Рост узлов по плевре не отмечено и клиническая ситуация расценивается как рецидивирующий плеврит. Пациентке предлагается локальный метод лечения. Это химический плевродез. Агенты существуют различные для этого, такие как тальк, блеомицин, тетрациклин и другие, которые имеют свои преимущества и недостатки с достаточно хорошей эффективностью по контролю над накоплением жидкости. Пациентка включается в клиническое исследование по изучению нашего отечественного препарата терафтала, который представляет собой сложную соль кобальта. Он вводится внутри плевральной в дозе 247 мг на метр квадратный в комбинации с аскорбиновой кислотой 543 мг на метр квадратный. Препарат обладает хорошей эффективностью по контролю накопления плеврита у 80% пациентов. Итак, после введения внутри плеврального терафтала ремесия составляет 1 год и прогрессирование болезни отмечается в декабре 2013. Наилучший эффект это стабилизация и к этому моменту период наблюдения за пациенткой составляет 6 лет. После прогрессирования в 2013 году мы вновь возвращаемся к режиму пиметриксет с препаратом платьями, так как прогрессирования болезни при использовании этой схемы не было. Объективный эффект положительная динамика в рамках стабилизации. Ремиссия значительно меньше 6 месяцев. И в августе 2014 отмечен рост узлов по плевре. Перед нами возникают вопросы. Вернуться ли к прежней схеме, начать ли вторую линию лечения или предложить пациентке участие в клинических исследованиях, так как стандарты первой линии исчерпаны. Пациентка включается в клиническое исследование Determine по изучению иммунного препарата Тремелемумаба во второй и третьей линии лечения медицином плевры и брюшины. Это плацебо-контролируемое исследование. К сожалению, в данном исследовании не показано было увеличение выживаемости без прогрессирования и показатели общей выживаемости в группе с Тремелемумабом по сравнению с группой плацебо. Мы знаем, что наша пациентка получает Тремелемумаб, проведено 7 курсов со стабилизацией в течение года и прогрессирование болезни отмечено в июле 2015. Мы возвращаемся к тем же вопросам. Нужно ли нам проводить реиндукцию первой линии, начать вторую линию лечения или вновь предлагать участие в клиническом исследовании? К 2015 году появляется публикация о том, что пиметриксет не увеличил выживаемость пациентов по сравнению с другими режимами химиотерапии. Близким по эффективности считался гемцитабин с цисплатином, но прямого сравнения эффективности этих схем не проводилось. В нашем центре мы провели такое сравнительное исследование эффективности режимов гемцитабин с цисплатином и пиметриксет с цисплатином в первой и второй линиях лечениями с длимомблеврой. И как вы видите, показатели выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости были сопоставимы и разница оказалась статистически недостоверной. При использовании этих же режимов во второй линии показатели выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости были практически идентичны. Также к 2015 году публикуются результаты исследования МАПС по изучению таргетного препарата БЕВОЦИЗУМАБА при добавлении к химиотерапии, который показал увеличение медиана общей выживаемости до 19 месяцев по сравнению с 16 месяцами при химиотерапии. Наша пациентка получает 5 курсов второй линии химиотерапии по схеме гемцитабин с сплотин с редукцией доз, учитывая предлеченность. БЕВОЦИЗУМАБА не получает. Ремиссия полтора года. Прогрессирование заболевания отмечается в мае 2017 в виде сливных очагов по плевре, которые формируют панцирное легкое и в виде значительного накопления жидкости в плевральной полости справа. Пациентке проводится плевроцинтез с эвакуацией 5 литров эксудата и торакоскопическая ребиопсия плевры справа с частичной резекцией костальной плевры справа. Иммуногистохимически подтверждена злокачественная эпителеоидная мезотелиома. Цель ребиопсии молекулярно-генетическое исследование, так как в 2017 году мы уже знаем о существовании белка запрограммированной клеточной смерти и его легандах. Впервые в России мы изучаем экспрессию PDL1 при мезотелиоме плевры, используя методику как при раке легкого на платформе 28,8. Нам удается показать прогностическую значимость данного белка и связь с гистологическим по типам опухоли. Так, при эпителеоидном типе и отрицательном PDL медиана общей выживаемости достигает 41 месяц. У нашей пациентки PDL-экспрессия составляет 2%, микростреблительной нестабильности нет, мутации в генах BRCA и BAP1 нет. И мы возвращаемся к лечению химиотерапии генстабин карбоплатин. Проводим три курса, которые осложняются развитием гематологической токсичности 3 и 4 степени. И пациентка уже жалуется на усталость от лечения. Мы лечение останавливаем и продолжаем наблюдать за ней. К этому моменту период наблюдения составляет 11 лет. После завершения последнего курса химиотерапии ремиссия составляет 7 месяцев. Наилучший эффект это стабилизация. Прогрессирование в августе 2018 в виде появления имплантационных метастазов на грудной клетке справа. Мы возвращаемся к режиму гемцитабин уже без препаратов платины из-за тяжелой переносимости и проводим полноценно 6 курсов. Вновь достигается стабилизация. Но ремиссия сокращается уже до 5 месяцев. В мае 2019 отмечен рост мягкотканного узла на грудной клетке до 9,5 см. Вновь накапливается жидкость в правой плевральной полости в незначительном объеме. Но, к счастью, пациентка сохраняет хороший функциональный статус и КОК-0 и нет поражения лимфатических узлов. К сожалению, дальнейшие линии лечения по клетокселам, затем венерильбинам, уже не имеют эффективности и опухоль постоянно растет. При контрольном обследовании в феврале этого года выявлено распространение опухолевой инфильтрации на переднюю брюшную стенку до гребня подвздошной кости. Период наблюдения за пациенткой в данный момент составляет 13 лет. Какие же к этому моменту есть застежения в лечении мистрелем плевры? В 2019 году представлены результаты исследования Stellar по изучению электромагнитных полей, эффективность которых сопоставима с использованием химиотерапии с бивоцезумабом, но переносятся электромагнитные поля намного легче. Также представлены результаты на ESMA 2019 иммунных препаратов пембролизумаба, ниволумаба, авилумаба в монорежиме с медианой общей выживаемости от 10 до 18 месяцев. Продолжает изучаться комбинированная иммунотерапия дурволюмаб с тримилимумабом, ниволумаб с эпилимумабом с медианой общей выживаемости до полутора лет. Но это все режимы второй и третьей линии. Продолжает изучаться комбинированные химии иммунопрепараты для ранних стадий в неоадивантном режиме, а также в сочетании или без случевой терапии. Но пока эти опции доступны для пациентов лишь в клинических исследованиях и не могут использоваться в рутинной практике. Итак, на сегодняшний день в клинических рекомендациях для пациентов с ранними стадиями первой по третью А стадии показано хирургическое или мультимодальное лечение. Но такое лечение проводится редко даже в крупных онкологических центрах. Пациентам с третьей, Б и четвертой стадии с хорошим функциональным статусом по шкале ИКОК 0.1 показана комбинированная химиотерапия и таргетная терапия. Но единственный эффективный таргетный препарат Bivacizumab не зарегистрирован в Российской Федерации для лечения мезотелемы и не всегда он доступен. Иммунотерапия также пока не зарегистрирована в Российской Федерации, но наши пациенты могут ее получать с отметкой off-label, как исчерпавшие все возможности лечения. Электромагнитные поля, одобренные FDA в 2019 году в первой линии лечения, пока в Российской Федерации также нет. И для пациентов с плохим функциональным статусом при диссеминированном заболевании рекомендована попытка монохимиотерапии или симптоматическое лечение. Для того, чтобы у вас не сложилось впечатление, что в изучении мистолиома плевры все плохо, я скажу, что мы продолжаем работать над созданием единого регистра по учету этих пациентов, продолжаем участвовать в клинических исследованиях, проводим молекулярно-генетические исследования, особенно для диф-диагностики при одномоментном поражении плевра и брюшины. Продолжаем накапливать клинический опыт и наша пациентка жива продолжает получать дальнейшее лечение и наблюдаться у нас в центре. Большое спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok